Я напомню, что мы проходили разбиение P от N Это было Так, включили, да? Хорошо, число разбиений натурального часа N То есть представление N в виде суммы нескольких, быть может, одного натуральных согаемых Без учета порядка Мы знаем произведящую функцию То, что сумма P от NX в N Это произведение 1 делить на 1 минус X с катой Пока от единицы до бесконечности А здесь N от 0 до бесконечности P от 0 это 1 Так, это формула Эйлера Для произведения функции часа разбиений Вопрос Можно ли найти какую-то формулу именно для величины P от N, как мы находили формулу для некоторых других вещей Например, для часа сочетаний или перестановок Ну, такой простой красивый формулы типа частного факториала найти нельзя Ну, можете тогда задать вопрос хотя бы, как P от N растет при больших N Вопрос об асимптотике величины P от N, когда N большое И тут ответ подсказывает, почему не получается найти формулу Потому что асимптотика так называемого промежуточного роста Это величина растет быстрее любого многочлена, но медленнее экспоненты А именно 4 корни из 3, всегда забываю эту константу 4 корни из 3 на N На E в степени Как бы это написать Давайте напишем так P на корень из 2N на 3 Вот Это результат кардио Мануджана Романуджану принадлежит также замечательное наблюдение Что вместо N лучше рассматривать N-1,24 Тогда формула получается точнее А эту 1,24 Харди не понимал, откуда она берется Романуджан Ему сказал То, что ему во сне сообщила индийская богиня Намакири Но Мистическую жизнь Романуджана Сейчас уже сложно изучать Но можно изучить Можно понять, откуда она берется Иначе Но мы не будем этого делать На самом деле мы Даже эту формулу не докажем Но мы объясним, откуда берется П на корень из 2 третей Давайте мы докажем такую теорему Что, например, в такую П от нуля плюс П от единицы Плюс П от N Не больше, чем Е в степени П на корень из 2N На Т Это одностороннее неравенство На самом деле неравенство в другую сторону Тоже можно получить Развивая тот метод, про который я сейчас расскажу Но это технически более сложно И мы этим заниматься за нехваткой времени не станем А это неравенство получить легко И оно как раз показывает, как работают Производящие функции Не для получения точных формул И для получения оценок Мы один раз это уже применяли К оценке биономиальных коэффициентов И тоже, заметьте, там была сумма первых нескольких В энтропийной оценке биономиальных коэффициентов Здесь мы сделаем то же самое Только Анализ будет немножко сложнее Ну вот давайте выберем число x От нуля до единицы Тогда мы можем Левую часть нашей формулы Оценить снизу Мы можем сказать то, что сумма По Давайте пока Раз у нас здесь n Пока от нуля до n П от k на x в n Меньше либо равна Произведение Пока от единицы до бесконечности 1 делить на 1 минус x вкатый Здесь x в n На самом деле даже для x вкатый верно Но тем более верно для x венной Давайте я Напишу вот здесь вот k А здесь напишу неравенство с n x венной умножить на сумму Я даже вынесу ее с другой стороны Чтоб никто не думал, что это k Это неравенство очевидно Потому что x от нуля до единицы Поэтому x венной не больше, чем x вкатый Так, теперь вот это неравенство Ну Как бы по смыслу я взял слева не все слагаемые, а только некоторые Поэтому сумма уменьшилась Но вообще это все-таки были формальные суммы А не тождество с бесконечным рядом и бесконечным произведением Поэтому надо немножко аккуратнее рассуждать Ну, во-первых, мы можем аккуратнее рассуждать так Давайте вот это вот неравенство именно доказывать Здесь вот давайте напишем тоже даже не до бесконечности, а до n Все равно это будет верно И напишем это так Мы скажем, что 1 делить на 1 минус x вкатый Оно больше либо равно 1 плюс x вкатый Плюс x вкатый Плюс и так далее Ну, можно сколько угодно членов написать Неравенство будет верно Ну, допишем, например, x венкатый Это неравенство Слева и справа функции от x x от нуля до единицы И оно очевидно верно Ну, давайте все такие неравенства перемножим Для того, чтобы оценить снизу правую часть Пока мы перемножаем конечное число неравенств Тут нет проблем После этого в таком вот произведении раскроем скобки Тогда мы получим, что правая часть Она больше либо равна произведению Пока от единицы до n Вот 1 плюс x вкатый Плюс x вкатый Если здесь раскрыть скобки И мы будем смотреть, в какой степени получается x То здесь будет x в степени c1 Плюс 22 Плюс и так далее Плюс n Да, n на cn Где c и t от нуля до n Целые неотрицательные Правильно? Это то, что получается, если я раскрою скобки Если из первой скобки беру x в степени c1 Из второй x в степени 22 И так далее Заметим, что каждое разбиение Каждого числа непревосходящего n Имеет какой-то такой вид Потому что оно не использует сагаемых больших n И не использует кратностей больших n 1, 2 и так далее n Это используемые сагаемые С1, c2 и так далее c Это их кратности Сколько раз мы их берем Поэтому это больше либо равно Сумма порядка По k от нуля до n x Прядка x вкатый По k от нуля до n Вот Ну, там будут еще другие сагаемые Соответствующие разбиением чисел больших, чем n Но они, очевидно, неотрицательны Если x неотрицательны Вот На самом деле В таком же стиле Можно доказать, что если x от нуля до единицы То левые и правые части сходятся И они равны Оценивая куски друг через друга Потому что когда у вас ряды и произведения С положительными членами Вы можете рассматривать сумму и произведение Не как предел, а как супремум Что упрощает рассуждение Если вы хотите доказать, что два супремума равны Вы просто доказываете, что любая величина слева Не больше супремума справа и так далее Так, ну хорошо Нам это даже не понадобится Нам достаточно такой оценки односторонней сейчас Ну хорошо, так и напишем Получается, что сумма пока от нуля до n П от k Не больше, чем x минус n На произведение по k От единицы до n 1 делить на 1 минус x в татре Так, ну давайте Когда такое видишь Всегда хочется проугарифмировать То есть мы так и поступим Получается, что логарифм этой суммы Давайте обозначим ее a Логарифм a не превосходит Минус n логарифмов x Плюс сумма по k от единицы до n Минус логарифм 1 минус x в татре Теперь давайте нарисуем картину Вот у нас есть точки x x квадрат x куб и так далее x в n Где-то здесь точка 0 Здесь у нас есть возрастающая функция То мы можем ее интеграл Оценить вот такой вот суммой Вот таких площадей прямоугольников Правильно? Это я полагаю, вы много раз делали Соответственно, вы можете написать То, что интеграл Ну или Ну да, то, что интеграл от функции φ от t dt От 0 до 1, допустим Меньше либо равен Сумма по k от единицы, скажем, до n φ от x в татре Умножить на x в татре Минус x в татре Наоборот, наверное x в татре минус x в татре Вот так, да? Что? А точно меньше Так, наоборот Я хочу эту сумму оценить сверху Правильно Больше либо равно Правильно Я хочу сейчас сумму оценить как интеграл Мне как раз ставят Так надо, спасибо Больше либо равно, конечно Так Ну что здесь написано? Какая сумма здесь? φ от x в катре Умножить на x в катре Умножить на 1x в минус 1 Да? Ну, давайте мы скажем То, что φ от x в катре Умножить на x в катре Пусть это и будет Вот эта вещь Минус логарифм 1 минус x в катре Вот это определяет функцию φ То есть φ от t Включается минус логарифм 1 минус t делить на t Вот такая функция Так, она возрастает Давайте подумаем Ну, вроде возрастает Ну, например Если ее в ряд разложить То получится Что она возрастает Да? Когда вы логарифм Раскладываете в ряд Ну, это что такое? Сверху Это у вас t плюс t квадрат пополам Плюс и так далее И все это вы делите на t Ну, явно возрастает Хорошо Поэтому эта оценка работает Так Так, правильно я написал 1x в минус 1 x в катре на 1x в минус 1 Хорошо Ну, таким образом у меня получается Что сумма φ от x в катре x в катре Меньше Пока от 1 до n Меньше либо равна Интеграу от 0 до 1 фи Умножить на x Делить на 1 минус x Правильно? Ну, так и запишем Что это меньше Либо равно Минус n на логарифм x Плюс этот самый интеграл Умножить на x Делить на 1 минус x Так Теперь я хочу оценить Но это уже неплохо Это у меня получилась функция От 1 переменной x Причем довольно простая Но я хочу ее еще упростить Я хочу сказать, что минус логарифм x Меньше либо равен 1 минус x на x То есть это получается логарифм 1х А это 1х минус 1 Ну, действительно Логарифм не больше, чем Величина минус 1 Вот график логарифма А вот график Это логарифм t А это t минус 1 Логарифм t не превосходит t минус 1 из выпуклости t минус 1 Это касательная Ну, прямая y равно t минус 1 Касательная графика логарифма в единице Она лежит выше графика логарифма Вот, хорошо Это в этом меньше либо равно n умножить на 1x Ну, короче, давайте так n на 1 минус x делить на x Плюс этот самый интеграл умножить на x делить на 1 минус x Так Ну, теперь здесь у нас получилась сумма двух чисел с фиксированным произведением Замечу, что x у меня пока что любой от 0 до 1 Поэтому у меня теперь есть произвол Ну, он с самого начала был Я его сохранял Я могу выбирать x любой от 0 до 1 То есть это неравенство Заметим, слева у меня никакого x нет А здесь x есть Я могу по x оптимизировать Этим и займемся Ну, заметим, что если x бегает от 0 до 1 То x делить на 1 минус x бегает от 0 до бесконечности Принимаю все значения Ну, потому что в 0 это 0, в 1 это бесконечность И возрастает Поэтому я могу подобрать такое x Что эти две величины будут равны Не хочу писать, чему оно равно Ну, короче, ясно, что можно подобрать Это какое-то ленинное уравнение на x Но если они равны, то их сумма Это удвоенный корень из их произведения То есть это получается равно Если x умно выбрано Два корня из n на интеграл Ну, осталось перечитать интеграл Кто умеет читать интеграл от такой функции? Вот она написана Может быть, вы именно даже этот интеграл считали? Считали вы такие интегралы? Давайте эту вещь упростим Получается 1 плюс t пополам Плюс t квадрат на 3 плюс и так далее Нет Чередуются, когда угарифм 1 плюс t А когда угарифм 1 минус t Они наоборот не чередуются Ну, в угарифм 1 минус t все отрицательные А в минус угарифм 1 минус t все положительные Так, ну чего Да, ну, я не знаю, что вы проходили по исходимости рядов Тейлера Но, короче, при всех t от 0 до 1 Этот ряд сходится к минусу гарифм 1 минус t Это вы знаете И если вы от единицы отойдете То сходимость равномерная Знаете вы такие вещи по сходимости рядов Тейлера? М? Ну хорошо Ну поэтому интеграл по любому промежутку Там от 0 до 1 минус ε Можно интегрировать просто почленно Так, давайте напишем интеграл от 0 до 1 минус ε Минус угарифм 1 минус t делить на t dt Так, то, что если ряд сходится равномерно То можно его интегрировать почленно Вы тоже знаете Ряд из неприемных функций на отрезке Но это более-менее очевидно Потому что интеграл от хвоста там маленький Если он равномерно сходится Минус угарифм 1 минус t делить на t dt Это получается интеграл 1 плюс t пополам Плюс t квадрат на t плюс и так далее Так, ну это можно и поинтегрировать, да? Что это получается Давайте проинтегрируем Получается сумма пока от единицы до бесконечности 1 минус ε в какой-то степени Вкатый, наверное Делить на k квадрат Верно Ну вот, например, t пополам интегрируем Будет t квадрат на 4 Ну вот я подставил 0 и 1 минус ε Так Ну теперь я говорю, что когда ε стремится к единице Это стремится просто к сумме обратных квадратов Ну потому что каждая согаемая стремится К соответствующему обратному квадрату Ну и сходимость равномерная Ну или можно тут сослаться не на равномерную, а на монотонную Ну придумайте сами на что сослаться Равномерной вполне достаточно Равномерная она по признаку Верештаса Потому что эта сумма обратных квадратов сходится Так это стремится, когда ε стремится к единице минус 0 В сумме обратных квадратов Которая, как вы знаете, π квадрат на 6 Мне тут рассказали, что вы в курсе Ну вот надо сюда подставить π квадрат на 6 Как раз получится π на корень из 2 на 3 Так Ну вот доказали Подробно все рассказывал в этот анализ Если вам все это более очевидно, то прошу прощения Так, хорошо Так, давайте тогда двигаться вперед На этом пока закончим изучение теории разбиений Нам еще много надо всего изучить Так, хорошо Так, хорошо Так, хорошо Ну что, следующее, что мы будем изучать Это алгебраические методы в комбинаторике Мы продолжу что-то изучали из этого Именно мы изучали полиномиальные методы Прирожение комбинаторной темы о нулях А сейчас будем изучать Прирожение линейной алгебры Ну, линейная алгебра сейчас применяется На каждом шагу Ну, в комбинаторике Поэтому, так говорить, что это такие Не просто несколько CIM, в которых вот так удачно получилось Это необходимый инструмент Уже довольно рутинный Но поначалу это может произойти впечатление Потому что с тем, как обычно решаются комбинаторные задачи Это на вид имеет мало общего В линейной алгебре есть несколько мощных CIM Мощных не потому что очень сложных А потому что очень общих И всюду применяемых Которые включают в себя Неявным образом Многие комбинаторные рассуждения И ссылки на эти CIM позволяют Избегать вложенных индукций И всякого другого Запутанного комбинаторного Что вы, может быть, не любите Ну, хорошо, давайте какие-нибудь примеры приведем Значит, начнем с простого примера Но важного Это так называемое неравенство Фишера Фишер Это американский специалист по статистике Неравенство такое Предположим, что у вас есть множество из n элементов И в нем m подмножеств Множество из n элементов Неважно какое Пусть будет 1, 2 и так далее n И пересечение любых двух из них Содержит k элементов Так, то есть пересечение любых двух одинаковое Не, 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 нет, конечно Это было бы скучно Потому что если каждый из k элементов Пересечение любых из k элементов Они тогда вообще получаются все из Да, короче Пересечение разных стоит из k элементов Тогда При каком-то еще условии Которые я забыл, но сейчас вспомню Так, тогда то ли m, хотя бы n То ли n, хотя бы n Давайте подумаем Нет, ну да М не больше, чем n Может быть надо потребовать, что n больше единицы Ну иначе они могут все совпадать Просто с одним этим элементом Так, и Ну да, они все различные, да Ну да, тогда вот так Нет, вот и тогда все получается Да, ну давайте думать Хорошо, давайте доказывать Сейчас может быть мы Я вспомню какое еще Я забыл дурацкое условие Так, доказательства А, нет, наверное, есть такой пример Когда, например У вас одно множество состоит из всех элементов А все остальные Из одного элемента по разу Тогда их будет n плюс одно Правильно? Нет, так не получается Так пересечение этих не будет из одного Нет, ладно Они типа различные Они должны быть различными Аиты, да, должны быть различными Да, ну если какие-то два из них совпадают То это означает, что все остальные его содержат Правильно? Нет, ну нет Разумеется, вы можете взять очень много раз Просто одно и то же из к элементов Да, это неинтересно Так у вас m будет каким угодно Да, но Это скучно Да, и так они совпадают Да И вообще, если там есть множество стоящих Ровно из к элементов Получается, что все остальные его содержат Вот, например, а1 состоит ровно из к элементов Тогда все остальные должны содержать а1 И дополнять а1 с помощью разных элементов Не пересекающихся Но поэтому остальных не больше, чем получается, чем n-k В этом случае получается, что m не больше, чем n-k Плюс единица Ну, это нормальная оценка Она нас устраивает Так, ну давайте доказывать Давайте предположим Что m больше, чем n Давайте каждого множества аито Сопоставим его характеристический вектор Или характеристическую функцию Давайте функцию аито Соответствует функции Давайте назовем ее фито Из 1n, допустим, вещественные числа Ну, естественно, образом определяем f и t от x равняется 1, если x лежит в аито И 0, если не лежит Это вектор с карнатами 0 и 1 Который задает это множество Мы уже обсуждали это соответствие Так, ну и давайте введем на множестве функций Скалярное произведение f на g Обычное скалярное произведение Это сумма f от i на g от i По i от 1 до n Это удобно, потому что Пересечение множеств Как раз есть скалярное произведение функции Правда? Получается, что нам дано То, что f и т на f житая Равняется k при неравном g Потому что это как раз точность А это пересечь сожитая Его, точнее говоря, размер Окей Теперь предположим, что m больше, чем n Тогда у нас функции получаются Больше, чем n А функции образуют n-мерное векторное пространство Над вещественными числами Не правда ли? Значит, эти элементы Линейно зависимы Это как раз та тема линейной энергии При которой здесь используется Таким образом мы можем подобрать Ненулевые числа Такие, что сумма c и т f и т Равна нулю Как функция Не все c и т и нули До m Не все c и т равны нулю Ну давайте это равенство Скалярно умножим на одну из функций Например, я напишу Здесь вот f ж и т На такую сумму Это будет 0 Дальше ясно, что наше скалярное произведение Оно линейное По первому и по второму аргументу Поэтому это просто сумма c и т На f ж и т f и т m опять Суммирую, у нее всегда получается До n Даже если она до чего-то другого До m Хорошо, эти скалярные произведения Нам известны Здесь все они равны k Кроме того, которое f и т на f и т А f и т на f и т Это размер а и т Поэтому это получается Ну, кроме f ж и т на f ж и т И образом получается c ж и т на размер а ж и т Плюс сумма по и не равному g c и т на k Вот так Это равно 0 Давайте здесь напишем полную сумму Для этого здесь мне надо будет вычесть k То есть я вычел и прибавил c житая на k А здесь я пишу по всем и И выношу за скобку Так, ну теперь давайте смотреть Мы предполагаем, что все наши ажитые Они содержат строго больше k элементов Потому что если какой-то содержит ровно k То их хотя бы получает Их максимум получает n-k плюс 1 Мы это получали Ну да, наверное, надо сказать, что k положительное Вот да, вот я вспомнил Какой есть дурацкий пример Если k равно 0 У вас n одноэлемент, их множество, одно пустое Вот, в этом случае n плюс 1 Пересечение любых двух состоит из нуля элементов Вот это единственное исключение Ну пусть у нас не это исключение k больше нуля При k равном нулю Оно единственное, это тоже очевидно Если никакие два не пересекаются То n плюс 1 может быть Только если это все по одному элементу и пустое Так, окей Здесь сумма получается цитая на k Здесь цжитая на ажитая минус k Значит, мы предполагаем, что это больше, чем k при всех i Ну что у нас получается? Если общая сумма равна нулю То отсюда получается, что цжитая тоже равна нулю И так для каждого j Это противоречие, потому что получается, что все цжитые нули Так не может быть Верно? Если все цжитые нули То это не линейная зависимость А что-то другое Хорошо Если общая сумма не равна нулю То мы получаем, что цжитая другого знака, чем эта сумма То есть получается, что каждый из чисел цжитого другого знака, чем их сумма Это явный абсурд Ну или можно рассуждать по-другому Если общая сумма, например, положительная, то есть j такое, что цжитая положительная Вот рассмотрим его Получится противоречие Здесь сумма двух положительных срагаев Ну все, доказали Это Один из самых простых, но Довольно эффективных приемов Как применять линейную алгебру В такой этикокомножественной комбинаторике Видите, здесь мы из линейной алгебры применили что? Самую главную теорему, что n плюс 1 вектор в номерном пространстве линейнозависимы Над каким полем мы ее применили? Ну, здесь мы применяли над полем вещественных чисел Но точно так же можно было бы, например, говорить о поле рациональных чисел Ничего бы не изменилось в рассуждениях У нас вектора вообще с рациональными координатами В действительности, эта теорема линейной алгебры для поле рациональных чисел Можно доказать как раз комбинаторно Я не знаю, как для любых полей, но для рациональных чисел есть такое рассуждение Вот если у вас есть n плюс 1 вектор Давайте их снова обозначу Как доказать, что они линейнозависимы с рациональными коэффициентами? Есть такой треуг Давайте рассмотрим их линейные комбинации Плюс cn плюс 1 fn плюс 1 Где c и t целые числа Не превосходящие r большого Где r большое какое-то большое Ну, таким образом, всего этих комбинаций у меня получается r большое плюс 1 в n плюс 1 С другой стороны Значение каждого такого вектора Это вектор с рациональными координатами Которые не больше, чем там r большое на константу И знаменатель у них ограничен там общим знаменателем всех этих эфитов Правильно? Поэтому количество таких векторов Оно оценивается как r большое в n на какую-то константу Верно? Потому что числа там от минус r до r Со знаменателем не больше данного Их количество оценивается через r, естественно Но при больших n это больше Поэтому какие-то два таких вектора совпадут по принципу Диехле Ну а то, что они совпали по принципу Диехле Как раз и означает то, что эфиты линейно-зависимы Таким образом, над полем целых чисел Но также как и над конечными полями Над конечными полями тут надо просто брать сриты из всего поля И снова получить противоречие без этих асимптотических рассуждений Так вот, над конечными полями и над полем рациональных чисел Утверждение, что n плюс 1 вектор в нмертном пространстве нинейно-зависим Это просто принцип Диехле Но над произвольными полями это такая как бы гибридическая версия принципа Диехле И, видимо, поэтому она оказывается такой полезной Но я, честно говоря, не знаю о комбинаторных заданиях, где было бы существенно то, что поле именно вещественных чисел Ну, по крайней мере, вот если только эту тему применять Так вообще-то вещества, так вообще бывает важно Например, там собственные числа матриц полезно рассматривать То есть там даже они не всегда рациональные Вообще полезно, но вот именно если говорить об этом факте То, по-моему, почти всегда, когда вы его используете, вам хватает версии, которая следует из принципа Диехле Давайте сделаем маленький перерыв Так, ну хорошо, мы продолжим изучать неравенство на системе множеств Следующее, что мы рассмотрим, это так называемое неравенство Бова-Баша Значит, сначала такое Пусть у нас есть система множества 1 и так далее, а, n И b1 и так далее, b, n Это множество Давайте их размеры как-нибудь обозначим Размер аито, например, обозначим альфаито Размер бито, бетаито Предположим, что аито и бито не пересекаются А любые два других пересекаются Теорема Тогда выполняется такое неравенство Это неравенство Бова-Баша как раз Тогда сумма 1 делить на число сочетаний Из альфаито плюс бетаито по альфаито Не больше единицы Следствие очевидно, что если все альфаито равны альфа, а все бетаито равны бета То здесь написана оценка просто на n Тогда написано, что n не происходит числа сочетаний из альфа плюс бета по альфа Ну, еще одно следствие То, что n не превосходит максимума по i В любом случае Через альфаито плюс бетаито по альфаито Это тоже очевидно Если у вас сумма n дробей не больше единицы То они превосходят максимального знаменателя Часто рассматривается такая версия Теоремы Когда бетаито это дополнение аитово до какого-то множества И все аиты содержатся в m То есть вы в m выбираете какую-то систему множества аитово и определяете просто как их дополнение Тогда это условие очевидно выполнено, что аитово и бетаи не пересекаются Альфаито плюс бетаито в этом случае всегда равно размеру m А что означает вот это условие? То, что аиты не пересекаются с бежитом То, что аиты не пересекаются с дополнением, пересекаются наоборот Аитая пересекаются с дополнением бежитого Значит в аитом есть элемент, не лежащий в ажитом И наоборот в ажитом есть элемент, не лежащий в аитом То есть просто ни одно множество не содержится в другом Так в этом случае условие переписывается в терминах системы аита И так что ни одно не содержится в другом И тогда у нас получается, что количество множеств не больше, чем такой максимум Ну а этот максимум биномиальных коэффициентов достигается, естественно, в середине Убедитесь в этом То есть это, если это обозначить как-нибудь, не знаю, как k То это число сочетания из k по k пополам Получается, что n не больше, чем число сочетания из k по верхней или нижней части k пополам Неважно, верхняя или нижняя, это одна и та же величина всегда Ну и равенство достигается Вы можете, например, в качестве аита взять все множество этого размера как пополам Тогда ни одно не будет содержаться в другом, просто потому что они одного размера Это называется тема Шпернера Она, я так понимаю, была сформулирована раньше, чем неравенство Бова-Баша Но доказательство почти такое же Вот это неравенство, интересно, оно доказывается безо всякой линейной алгебры Оно доказывается с помощью теории вероятностей Итак, так, это все были следствия, давайте наконец доказывать теорему Мы докажем так Мы проинтерпретируем слагаемые в левой части как вероятности каких-то событий, которые попарны несовместно Но если события попарны несовместны, то сумма их вероятностей не больше единицы, верно? События у нас будут такие Какое у нас будет сначала вероятностное пространство? Мы все элементы всех этих множеств, как называют Вселенную Вселенная, множество, содержащее все наши аиты Мы, да, ну конечное множество, мы его случайно упорядочим То есть выпишем его элементы в строчку в случайном порядке Все порядки равноправны Так, и какие у нас будут события? Как вы события обычно обозначаете на сегодня вероятностей? Хорошо, замечательно События омега маленькая и т Это то, что у вас а и т левее б и т То есть самый, ну вот вы выписали элементы в строчку Одно множество целиком левее другого То есть а и т полностью левее б и т в это событие омега и т Ну, какова вероятность омега и т в? Я утверждаю, что она как раз вот такая Ну, действительно, если мы рассмотрим, в каком порядке мы выписываем элементы аитова объединить с бритом То это будет альфа и т плюс бета и т элементов И мы их пишем тоже в случайном, естественно, порядке, все равноправдно И для любого такого случайного порядка у нас получаются какие-то первые альфа и т элементов Естественно, все подножества размера альфа и т тоже равноправны А наше событие, что первые альфа и т элементы образуют в точности аит Таким образом, это одно множество из вот такого количества множеств нам подходит Все множества равноправны, поэтому это 1 делить на чистое сочетание из альфа и т плюс бета и т по альфа и т Так, хорошо Теперь осталось понять, что омега и т не совместны Ну, это как-то очевидно, да? Вот предположим, что произошли 2 омега и т их сразу Тогда аитое левее беитого, а ажитое, например, левее бежитого Давайте рассмотрим общий элемент аитое и бежитого, он существует по предположению И общий элемент беитого и ажитое, он тоже существует Тогда вот здесь написано, что первый элемент левее второго, а здесь, что наоборот Это абсурд, так не бывает Поэтому события действительно не совместны, поэтому сумма эфиратности не больше единицы Так, ну отлично Так, ну здесь пока линейной алгебры ни при чем, вы можете спросить, зачем я вообще это рассказывал Ну, по крайней мере, сейчас И вот в том, что сейчас я расскажу другую сиарему, которая в каком-то смысле сильнее, а в каком-то слабее Слабее она в том смысле, что я потребую, что все множество аитое одинакового размера и беитого тоже Теперь я предполагаю, что размер аитое равен альфа, а размер беитого равен бета При всех и Но сильнее теперь сиарема будет в том смысле, что вот это условие я потребую не для всех и жи, а только когда и меньше жи То есть аитое и беитое по-прежнему не пересекаются Аитое и беитое пересекаются, но только уже в половине случаев Когда и меньше жи Заметим, что все предыдущие рассуждения уже точно не работают, потому что там была очень важна симметрия Вот видите, она там даже нарисована Оказывается, что даже в таком случае можно заключить Тиарема, косое неравенство Болобаша Так понятно, что вот это как раз придумал Болобаш Косое неравенство Болобаша Что в этом случае н не превосходит числа сочетаний из альфа плюс бета по альфа То есть то же самое верно Вот то заключение в общем случае неверно, если у вас нету симметрия Там можно какие-то придумать контрпримеры Но если у вас еще все аитое и беитое, все аитое одинакового размера и беитое тоже, то верно И интересно, что если несимметричный случай доказывался с помощью теории вероятности, то это будет доказываться с помощью линейной алгебры наоборот Хотя утверждения очень похожи, но методы совершенно разные Доказательства Так Мы будем считать, что все наши множества живут на вещественной прямой Ну, это можно считать, естественно, потому что мы можем отождествить Вселенную с различными точками напрямой И замок на туда всю эту комбинаторную конструкцию погрузить Окей Что такое число сочетаний из альфа плюс бета по альфа? Это размерность каких-то многочленов Это размерность Пространство Однородных форм От степени, давайте сначала скажем Степени альфа От бета плюс одной переменной Вы согласны со мной? Однородная форма это то же самое, что однородный многочлен Ну, давайте это поймем Вот у нас есть бета плюс одна переменная И мы рассматриваем формы степени альфа То есть у нас получается одночлен какой-то там Х1 в степени ц1 Их бета плюс первая в степени ц бета плюс первая Где ц1 Где сумма цитов равна альфа Это получается число сочетаний с повторениями Из бета плюс одного элемента по альфа Ну вот у нас есть альфа конфет Мы их раздаем бета плюс одному человеку И ты человек получается и тэ конфет Но мы доказывали, что число сочетаний с повторениями равно вот этому Так Хорошо Поэтому мы доказывать будем так Мы сейчас каждому индексу i сопоставим свою однородную форму И докажем, что они линейно независимы Из этого будет следовать, что n не больше, чем размерность пространства линейных форм Это замечательный аргумент с размерностью Он часто применяется к таким пространствам довольно замысловатым Типа каких-то многочленов от большого числа переменных Так что сначала это выглядит как что-то безумное Но потом привыкаешь и нормально Так Хорошо Сопоставляем каждому индексу i свою однородную форму Теперь что это будет за бета плюс одна переменная Ну, когда я говорю от бета плюс одной переменной Я имею в виду просто на пространстве размерности бета плюс один Пространство размерности бета плюс один я возьму такое Это будет многочлены от одной переменной степени не выше бета Это уже высокий уровень абстрактности Я строю однородный многочлен на пространстве многочленов Тут надо следить внимательно Итак, вот это бета плюс одна переменная Это координаты какие-то в пространстве многочленов Степени не выше бета от буквы t Итак, вот у меня есть многочлен f от t С вещественными коэффициентами Степень f не больше чем бета Ну, пространство таких многочленов как раз имеет размерность бета плюс один Я такому многочлену f от t сопоставляю φ и t от f Это произведение по x из a и t f от x Ну, это, разумеется, будет однородная форма степени α Ну, потому что каждый со множителя это линейная форма Произведение α линейных форм это будет форма степени α На нашем пространстве Ну, и всего-то осталось доказать, что эти формы линейно-независимы Ну, чтобы доказать, что они линейно-независимы, мы в них что-нибудь подставим Давайте рассмотрим многочленное вжитое, которое мы будем туда подставлять Они будут задаваться, естественно, множествами b f житое от t это произведение по y из b житого t минус y Это многочлен степени β Так что все нормально пока что Вот буквы t Уф Теперь давайте посчитаем, что такое φитое от f житого Ну, здесь у нас написано и то, и другое, поэтому это легко, это надо просто подставить Получается произведение по x из аитому, x из аитого, y из b житого В качестве t мы подставляем x, x минус y Вот что это такое Ну, что мы про эту величину знаем? Мы знаем, что она не равна нулю, если i равно g И она равна нулю, если i меньше g Так, она равна нулю, если аитое и бжитое пересекаются Собственно, мы алгебраически записали условие, что аитое и бжитое пересекаются Так, получается, что φитое от f житая Равняется нулю, если i меньше g И не нулю, если i равно g А что происходит при и больше g, я не знаю Ну, то есть получается, что матрица φитое от f житая Она такая, верхняя треугольная, наверное Вот если здесь i, а здесь g Да, то у нее выше диагонали нули А на диагонали не нули Вот такая матрица, да? Ну, ясно, что такая матрица не вырожденная И поэтому ее строки линейно-независимы Ну, тут можно без слова матрицы обойтись Просто ясно, что линейно-независимы φитое Потому что если у них есть какая-то линейная зависимость Вы рассмотрите какой Самый старший, самый большой номер i Для которого коэффициент не нулевой Подставить φитое, получите противоречие Можно без слова матрицы это объяснить Но можно и с матрицей Ясно, что строки такой матрицы линейно-независимы Значит, и формы φитое линейно-независимы Все, это то, что нам надо Из этого следует, что их не больше, чем размерность Того пространства В котором они все живут Хорошо Так, мы продолжаем Следующая довольно большая тема Это, собственно, и числа графов Это матрица Ну, вам, наверное, определяли матрицу смежности Или матрицу инцидентности графа, да? Потому что это, например, нужно, чтобы работать с графами На компьютере Пусть g граф На множестве вершин, которого мы отождествляем с 1 и так далее, n У него можно определить матрицу смежности А, наверное, а, g от и, g равняется Единице, если и, g смежная И нулю иначе Так, ну, думаю, вы сталкивались с таким, да? Это симметричная Если граф неориентированный Давайте пока не сказано обратно И граф будет у нас неориентированный Это симметричная матрица Если он еще без петели кратных ребер То С нулями на диагонали Раз она симметричная Матрица n на n У нее стен вещественных собственных чисел С учетом кратности Это вы знаете Вы проходили на линейной алгебре Что собственные числа Симметричная матрица вещественная Да Как-то неуверенно все говорите Проходили, хорошо Итак, ее собственные числа вещественные И вы знаете даже, что собственный вектор Можно Собственный базис Можно выбрать ортогональному Хорошо Лямбда 1 и так далее Лямбда n Собственные числа Ну, давайте Теперь еще дополнительно предположим Что граф регулярный Что степень каждой вершины равна d Собственные числа полезны Когда граф не совсем регулярный Но часто используется в таком случае Пусть степень каждой вершины равна d Что это означает в техниках матрицы Это означает, что матрица Умноженная на вектор из всех единиц Равняется d на вектор из всех единиц Не правда ли? Ну, это равносильно просто Потому что если вы матрицу умножаете на вектор из всех единиц Вы получаете вектор из всех степеней Потому что так умножаются матрицы на вектора Таким образом мы уже нашли Одно собственное число И я утверждаю, что это лямбда 1 Что это самое большое собственное число Давайте Наверняем такую лему То, что d больше либо равно лямбда it Больше либо равно минус d При всех i При этом Лямбда 2 равно d В том и только в том случае Как вы думаете, когда Когда есть еще одно собственное число, равное d Ну вот одно Один вектор Собственным числом d Вы нашли Это вектор из всех единиц Когда есть еще Ну какие есть идеи Да, когда граф не связен Потому что в этом случае Вы можете взять в качестве собственного вектора Просто характеристический вектор Одно из компонент Внутри компоненты он тоже будет собственным Ну а умножение Разные компоненты не затрагивает Так, а когда лямбда последняя Равно минус d Продолжение следует... Ну вот Ну как вы думаете Когда есть вектор Который при умножении Нашу матрицу Меняет знак Меняет знак Да Умножается на минус d Точнее говоря Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Что так, непонятно, да? Ну ладно, давайте отложим этот вопрос Может быть в процессе доказательства Вы мне на него ответите Давайте сначала доказывать Просто неравенство Нестрогое Рассмотрим собственный вектор С лямбда на v1 и так далее vn Это означает, что v вектор v1 и так далее vn собственный С собственным числом лямбда Мы приравняем итые координаты Мы получаем то, что лямбда v ит Это сумма по g смежно с i v вектор Верно? Ну, давайте на это равенство посмотрим Мы можем как-нибудь это оценить Здесь вот d слагаем их Поэтому мы можем оценить это по модулю Как d на максимум по g смежно с i Модуль v житых Не правда ли? С другой стороны Это модуль лямбда на модуль v итого И это для любого i Но давайте тогда i выберем таким, что модуль v итого максимальный Тогда он в частности не нулевой Потому что это собственный вектор Значит он не нулевой Тогда можно это неравенство на этот модуль v ит поделить И мы получим то, что модуль лямбда Не больше, чем d Умножить на максимум по g смежно с i В житых Делить на v ит А это у нас не больше единицы Потому что модуль v итого максимальный на сети вообще всех вершин А сверху стоит максимум по какому-то подножию Получается, что это не больше, чем d Во Теперь уже можно думать, когда достигается равенство Давайте сначала подумаем, когда может достигаться, что модуль лямбда равняется в точности d Это означает, например, что здесь вот равенство То есть по g смежных с i модуль выжитый тот же самый Кроме того, вот здесь вот равенство Поэтому еще все эти выжитые одного знака Иначе бы здесь было бы строгое неравенство Когда мы оцениваем сумму через Модуль суммы через сумму модулей Так, давайте рассматривать Ну, сначала рассмотрим, как может быть устроен собственный вектор собственным числом ровно d Значит, если лямбда в точности равно d, поскольку это равенство было выполнено и без модуля Я его позже написанный, дорисовал То получается, что выитые выжитые одного знака, если лямбда положительная И все они по модулю равны d То есть получается, что если i это вершина, для которой модуль выитые максимальный То у всех соседних вершин выжитая тоже равна d И так получается, что во всей компоненте связности Не равно d, а просто одно и то же d Что во всей компоненте связности выитые одно и то же Поэтому если граф связный, то выитые это вектор, которым все координаты равны Но такой мы уже выяснили, он соответствует собственному числу лямбда 1 И так, если граф связный, то больше ничего собственному числу d не соответствует Но, с другой стороны, если граф не связный Ну, вообще, если граф не связный, это, значит, у вас матрица получается блочная Если правильно пронумеровать вершины Где блоки соответствуют компонентам связности Ну, поэтому ее собственные числа, это просто объединение собственных чисел блоков Ну, а для связанного графа мы выяснили, что d не является d является простым собственным числом Итак, хорошо, это установили Ну, и заодно установили, что кратность d как собственного числа Это как раз количество компонент связности Вот это уже простой пример, как характеристика спектра Матрица смежности графа дает нам информацию о комбинаторной структуре Количество компонентов связности — это очень грубый комбинаторный вариант Но, тем не менее, что-то уже пошло Теперь давайте разбьемся, когда бывает минус d Ну, да, давайте считать опять же, что он связанный То есть мы рассматриваем именно ту компоненту связности На которой какая-то лямбда равна минус d Потому что, как мы уже сказали, спектр матрицы — это объединение спектров компонент связности Тогда в этой компоненте связности получается, что выитые и выжитые должны быть, наоборот, противоположного знака По модулю все выжитые по G смежным сли должны быть равны По знаку все должны быть одинаковыми Если лямбда отрицательная, то есть минус d, они должны быть противоположным ритмом То есть смежные вершины, в них должны стоять чисто отличающиеся знаком Ну, когда это можно сделать? Когда граф двудольный Когда можно так расставить плюсы и минусы, что в смежных вершинах будут разные знаки Просто по определению Так, лямбда n равно минус d равно сильно Ну, давайте я напишу честно, что у графа есть двудольные компоненты связности Хорошо, это простейшие свойства собственных чисел графа Давайте дальше изучим какие-нибудь не такие простейшие Ну, хорошо, теперь давайте думать Давайте что-нибудь определим Плюс му, это максимум из модуль лямбда 2, модуль лямбда n Или что то же самое, максимум из модуль лямбда 2, модуль лямбда 3 И так далее, модуль лямбда n Короче, это максимум модуля помимо собственного числа d Так, вот есть одно наибольшее по модулю собственного числа, это d Вот пусть му, это следующее Это либо модуль лямбда 2, либо модуль лямбда n Что тогда такое му? Тогда му мы можем написать так Так, это максимум по v октогональному вектору из всех единиц А gv на v делить на v на v Вы знаете такую формулу для собственных чисел? Ну, эта формула, она как бы очевидна Ну, как симметричная матрица, да, у нее есть базис у собственных чисел, автогональный В этом базисе она просто диагональная Выглядит вот так в этом базисе Лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда n Если вы рассматриваете подпространство автогональное этому собственному вектору, который соответствует лямбда 1, это вы рассматриваете вот такой блок в вашей матрице Мы рассматриваем, чтобы у нас все альфаиты различные были Что? Мы рассматриваем, чтобы все альфаиты различные были Альфаиты это кто? Ну, ой, лямбда В смысле, собственные числа Нет, не обязательно А тогда у нас же жерданового форма не будет диагональная форма? Так, у симметричной матрицы жердановая форма всегда диагональная Больше того, собственный базис можно выбрать из автогональных векторов Поэтому я пишу в автогональном базисе Поэтому вот эти все скалярные произведения, они в этом базисе считаются так же, как и в исходном То есть в этом базисе скалярное произведение это сумма произведений сходственных координат Но вот такая матрица, она действует просто диагонально То есть получается, что АЖВ на В это получается сумма лямбда ИТ в ИТ в квадрате Наверное, здесь модуль надо поставить все-таки Делить на сумму просто ВИТ в квадрате По И от 2 до Н Где ВИТ это координаты вектора В в этом базисе В котором матрица диагональна Ну, ясно, что это величина Максимальное ее значение это максимальный модуль этих самых лямбда ИТ Ну и достигается, когда соответствующая ВИТа единица, остальные нули Правда? Хорошо Итак, получается в этом случае, что АЖВ на В не больше, чем мю на В на В Давайте напишем АЖВ на В По модулю Не больше, чем мю на В на В Здесь можно без модуля В на В не отрицательно Давайте поймем, что говорит нам это неравенство Ну вот, давайте рассмотрим в качестве В такой вектор Разобьем все вершины на два класса, как угодно Вот это все наши вершины Пусть здесь будет там, не знаю, скажем, альфа n А здесь бета n вершин И альфа плюс бета равно единице Рассмотрим такой вектор Вектор это, я напоминаю, функция на вершинах Что у меня, у нас координаты вектора, это же сны с вершинами Вот здесь, значит, вектор будет координата бета А здесь минус альфа Сумма координат этого вектора 0 Поэтому он автогонален вектору из всех единиц Поэтому для него это неравенство верно Давайте посмотрим, что у нас стоит в левой и в правой части Давайте смотреть на левую часть АЖВ на В Ну вот, у нас бывают разные ребра Вот давайте пусть количество этих ребер назовем их EAA Этих EBB А этих EAB Которые между ними Так Тогда Что у нас получается? Мне кажется, получается такое, да? Бета в квадрате на EAA Плюс альфа в квадрате на EBB Минус 2, наверное, альфа в квадрате на EAB Правильно, интересно я пишу Меньше либо равно Мю На В на В Ну, В на В легко посчитать Сколько это будет? Альфа N будет по бета в квадрате Бета N по альфа в квадрате Альфа бета в квадрате плюс бета альфа в квадрате Это просто альфа бета Мю на альфа бета На N Вот Так Ну, хорошо Вот получили такое неравенство Это уже какое-то неравенство на EBB Надо как-то понимать его смысл Что оно нам на самом деле говорит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!